Уже который год многие меломаны ожидают наступления майской погоды, чтобы насладиться многообразием музыкальных стилей в рамках ежегодного фестиваля Tallinn Music Week. Программа фестиваля славится смелым сочетанием уникальных талантов со всей Европы из-за ее пределов, которые представляют все жанры от экспериментальной электроники до неоклассицизма. Состав участников, отобранный из заявок большой команды эстонских международных кураторов, выступает на лучших площадках Таллина. В этом году было решено расширить географический диапазон фестиваля и провести его не только в Таллине, но также и своеобразно объединить его с нарвским музыкальным мероприятием, которое называется Station Narva. Честно говоря, мы отталкивались от того, что Нарва – третий по численности населения город в Эстонии. И мы подумали, а почему бы не провести для людей из Идавирума такой же фестиваль по масштабу, как мы проводим в Таллине. Программу фестиваля планировалось опубликовать гораздо раньше, но из-за военного конфликта на территории Украины организаторы приняли решение внести в нее определенные изменения. Конечно, военный конфликт наложит свой отпечаток на фестиваль, но все же не стоит забывать и о музыкальной составляющей. Звезда украинской музыки Иван Дордн откроет музыкальный фестиваль в четверг, 5 мая в 16.00 в Таллине на площади творческого городка Телескиве бесплатным концертом. Артист прибудет в Эстонию, чтобы поприветствовать как зрителей фестиваля, так и украинских военных беженцев. На сегодняшней презентации программы выступил также и бывший дипломат, а на несотрудник Центра оборонных исследований Калев Стайческу, который отметил в своей небольшой речи, что важность проведения фестиваля и в Таллине, и в Нарве заключается в обращении с призывом к миру. Ведь искусство, и в частности музыка, очень сильно могут объединить людей. Это сигнал мира, естественно, и то, что эта война должна кончиться. И хотелось бы, чтобы война была закончена до этого фестиваля. Но прогноз есть, что перед 9 мая будет какое-то решение. Вот у меня такое личное чувство. Ну и как раз вот в Нарве будет фестиваль 7 и 8 мая, прямо перед 9-го. Так что надеемся наилучшего. В столичной Ваба-Лава поочередно будут выступать артисты африканского происхождения и фавориты Вильнингского фестиваля народной музыки. Финно-Угорский вечер в Эри-Неватэ-Тубаре-Клубе представляет музыкальное наследие финно-угорских народов. В программе Made in Canada прозвучит творчество шести канадских артистов, среди которых группа Arkana Kings, прославшаяся своими стадионными рок-гимнами. Неслучайно в презентации участвовал вице-мэр по вопросам культуры Карл Оя. Ведь Таллин является одним из важнейших партнеров фестиваля. Программа фестиваля находится на интернет-странице, адрес которой вы сейчас видите на экране. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина.